Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале и в сегодняшнем видео я вам расскажу про свои последние находки из бюджетной белорусской косметики. Мы с вами в последнее время вообще часто про белорусскую косметику говорим и неспроста. Дело в том, что, во-первых, она супер дешевая, а во-вторых, среди белорусской косметики огромное количество всяческих интересных средств. И сегодня я вам покажу некоторые из них, но сразу предупреждаю, что не все из них являются реально находками. Ими некоторые стали разочарованиями. Но давайте начнем, наверное, с самого такого базового. Это помада. И хотела очень сильно похвалить сразу помаду, которая у меня на губах. Вы, наверное, уже думаете, я сейчас скажу, боже, посмотрите, какая красивая помада, какая я с ней красотка. Но на самом деле я хотела ее похвалить за то, что, первое, она реально выглядит симпатично, второе, она супер-супер приятная. Она имеет невероятно какую-то кремовую легкую текстуру, очень-очень комфортно ощущается. Единственное, что, конечно, если у вас губы прям сильно ободраны, очень сильные шелушения, тогда, безусловно, она их подчеркнет. Но если все в порядке нормы, тогда все будет отлично. И эта помада, которая называется Be Color, это помада Smart Girl от компании Belor Design. Я вам в одном из предыдущих роликов, где я говорила про белорусскую косметику, рассказывала про хайлайтер и сказала, что это люкс-визаж. Нет, это Belor Design, вот Smart Girl, это линейка компании Belor Design. Отличная помада и отличный оттенок 105. Мне прям очень понравилась. Недаром она на сайтах, где продают белорусскую косметику в списке бестселлеров. Дальше хотела вам показать два блеска для губ от Reluie. Во-первых, это вот такой вот Fashion Gloss, который очень сильно мне напомнил лаки для губ от Dior. Еще кто-то, господи, кто-то еще выпускает. Знаете, такие мега лаковые, вот прям, которые супер блестящие. И в принципе, это так и называется зеркальный блеск, зеркальный эффект. Не очень я в восторге осталась, просто потому, что это очень плотный и очень-очень тяжелый блеск для губ. Он такой прямо, ну знаете, вот липкий-липкий. И это супер классический блеск для губ вот с этим вот мега таким зеркальным эффектом, который, к сожалению, очень тяжело на губах ощущается. Но у него зато такой довольно приятный аромат. Пахнет он, ну, какими-то конфетами. И самый последний, который сейчас хочу нанести поверх этой помады, вот это вот мне понравилось. Это Reluie La Mia Italia. Вот такой вот блеск, который сначала мне показался немножко сомнительным из-за того, что его цвет не совсем такой, как я себе представляла. Это блеск с большим количеством металлизированных блесток в составе, ну, очень меленьких. И это, знаете, ну, такая вот типа как шиммерная помада. Но в результате он на губах и выглядит реально симпатично. Это тоже компания Reluie. И у него в точности такой же спонжик, как у предыдущего, с зеркальным эффектом. Но он, кстати, имеет вообще другой аромат. Он пахнет не конфетами, а какими-то такими фруктами, я не знаю, лимоном, яблоком, вот чем-то таким. И давайте я его нанесу поверх помады, чтобы вы посмотрели, как это будет смотреться все вместе. Ну вот, вот так это выглядит на губах. Мне кажется, очень даже симпатично. Но и сам он, кстати, вообще не липкий. Он очень легкий. То есть вы его вообще не будете ощущать, и к нему не прилипают волосы. Для меня это всегда очень важно. Дальше хотела вам еще показать две интересные штучки. Одна из которых уже стала моей находкой. Это вот такое средство для удаления кутикулы. Когда вы делаете маникюр, вы, соответственно, что-то такое делаете. Либо используете какие-то вот такие средства, либо, ну, все по-разному, да, с этим справляются. Я все время использую средство от Sally Hanson. Оно стоит 550 рублей. Я не знаю, может быть, сейчас даже дороже. А вот это средство, это супер просто бюджетный аналог, который стоит от 50 до 70 рублей. Ну, там в разных местах по-разному. И это средство для удаления кутикулы с эфирными маслами пихты и чайного дерева. Оно имеет приятный запах и действует в точности. Так же, как с Sally Hanson. То есть вы наносите, вы когда делаете маникюр, руки распарили немножко там в водичке. Потом вытерли, нанесли на кутикулу вот эту вещь и подождали где-то, ну, там, минут 10. Написано здесь в инструкции, что максимум 10 минут. И потом как бы все аккуратненько убрали. То, что вам оказалось ненужным. Отличная вещь, отлично размягчает кутикулу и просто супер бюджетная. Так что теперь с Sally Hanson, наверное, покупать не буду. Буду покупать в 10 раз дешевле белорусский аналог. Дальше у нас есть вот такой вот бальзам-укрепление для ресницы бровей с касторовым маслом. И называется оно Сила природы от Белиты. Это довольно странная такая вещичка, потому что когда вы достаете кисточку из этого футлярчика, вам кажется, что на ней ничего нет. На самом деле, если вы проведете вот так по руке, вы поймете, что вообще-то что-то там было на ней. Ну и, собственно, производитель обещает, что это средство способствует укреплению ресницы бровей, что они растут лучше, что они становятся более темными. Конечно, такие средства, я вот вам не буду рассказывать, что это работает, что вообще супер у меня выросли ресницы, потому что просто то время, которое я им пользуюсь, это, конечно, недостаточно, чтобы что-то такое оценить. Но я буду пробовать дальше и надеюсь, что какой-то результат все-таки будет. Я не использую его для бровей, потому что, ну, как бы и так, и так своего достаточно, но для ресниц мне очень даже пригодится. Что у нас здесь дальше? А дальше хотела вам показать, давайте, наверное, вот на это посмотрим. Это два BB-крема, которые мне вообще-то очень даже понравились. Оба от Белиты. Один называется Аква Актив 6 уровней увлажнения. Здесь так много всего написано на этой упаковке, что даже непонятно, где, собственно, название. Эффективность доказана. Усиленный аквакомплекс глубоко увлажняет кожу, выравнивает, совершенствует тон, придает здоровое сияние для всех типов кожи. Здесь еще на обратной стороне тоже очень много там нам обещают, что 6 слоев кожи увлажняет. Вообще супер-пупер средства. На самом деле, реально хороший BB-крем в том плане, что вообще они очень между собой похожи. У них разные одушки. И в них есть небольшая разница. Сейчас я вам расскажу, какая. Они оба имеют суперлегкое покрытие. То есть это вот, знаете, это даже не BB-крем. Это скорее CC-крем. Он немного придает сияние и чуть-чуть выравнивает общий тон. Он вам не замажет ничего. Никаких там покраснений, посинений, недостатков кожи. Он просто общий тон немножко выровняет. И плюс к тому он вот этот реально увлажняет. У него такая текстура больше гелевая. То есть вы сразу чувствуете, как будто вы обычный хороший такой увлажняющий кремчик нанесли. И плюс в нем еще вот этот тонирующий эффект. А вот этот он BB-крем-корректор с SPF 15, совершенствующий кожу. И он отличается от предыдущего тем, что у него текстура немножечко более густая. И он после себя оставляет ощущение бархатистой кожи. То есть, опять же, ничего вам не замажет. Но немножко как бы ее, ну не знаю, как заматирует. Немножко даже подтянет, что ли. То есть вы будете трогать, она такая упругая и бархатистая. Очень понравились. Но, в принципе, это, конечно, я бы не сказала, что это реально BB-кремы. Вот в том понимании, в котором, например, там корейские BB-кремы. Это просто как увлажняющие кремы, хорошие, с хорошим эффектом. Которые просто вот с небольшим таким пигментом. И мне кажется, их хорошо применять перед основным макияжем. То есть, если у вас с кожей все идеально, вы можете только их использовать. Если у вас все-таки есть, что замазывать. Нанесли их, потом там консилер или корректор. Или вообще тональное средство сверху. Ну, вообще, очень даже приятно. И стоит, по-моему, рублей по 100. Дальше хотела еще вам показать вот такую штучку от Luxe Visage. Это очень популярный в интернете, как оказалось, гель для окрашивания и фиксации бровей. Написано, что это называется гель-корректор для бровей. Три в одном окрашивает, моделирует и фиксирует. Сразу начнем с того, что мне не понравилось в нем. Это то, что он практически ничего не фиксирует. Это печально для меня, потому что брови у меня очень непослушные. Но что в нем хорошего? Это то, что, во-первых, он реально хорошо их прокрашивает. Здесь такие довольно пигментированные все оттенки. Он выпускается в нескольких оттенках. И, по-моему, еще есть у них прозрачный. А второе, это то, что в нем есть волокна синтетические, которые делают брови визуально гуще. То есть, в принципе, если у вас брови, например, достаточно, ну так скажем, мягенькие, да, сами по себе вам не нужно какое-то вот прям мега фиксирование этих бровей, но при этом они у вас светлые. Вы можете вот такой штучкой взять их прокрасить. Она хорошо прокрашивает. У нее еще есть такая особенность. Вы когда ей красите, она у вас засыхает, и она становится немножко более темной, чем при первоначальном своем виде. И плюс к тому добавит вам вот этих вот синтетических волокон, брови будут выглядеть более густыми. Вот. Но если вам нужна реальная фиксация, вам лучше использовать какие-то другие средства. Еще один момент заключается в том, что здесь очень много средства набирается на щеточку, и желательно как бы вот так вот это все немножко смазать, чтобы, ну, не превратить себя в такую огромную монобровь все. Но вообще, ну, нормальное средство. Я не могу сказать, что я в восторге, но есть определенные плюсы, есть определенные минусы. Дальше у нас вот такой корректор стик от Belor Design. Здесь написано, что он с антибактериальным компонентом, и это очень неплохой стик-консилер, я бы сказала. Я не знаю, почему его корректором назвали, но, наверное, потому что он прежде всего предназначен для каких-то покраснений кожи. Он не очень на самом деле пигментированный. То есть я вот от таких средств обычно ожидаю, что они прям вот, знаете, такие как замазка будет. То есть если уж взялись прыщи замазывать, то там вообще так конкретно все замажет, ничего не будет видно. Нет, здесь он достаточно легкий. То есть, да, он как бы скорректирует какое-то покраснение, но если у вас конкретно там вот прям краснота-краснота, или уже синева, там какой-то синячок остался от прыщика, то он вам здесь не поможет. Но с другой стороны, вот такое средство хорошо с собой в сумочке носить. Если какой-то маленький прыщик там возник, вот так раз, раз, достали, лучше на палец, не из футлярчика, и все замаскировали. Кстати, я видела в интернете отзывы, что некоторые девушки его умудряются наносить под глаза, но так как он с этими антибактериальными компонентами, они обычно подсушивают кожу, я бы не стала этого делать. Но, опять же, каждый для себя решает, может быть, кому-то и нормально. Но, опять же, я не рекомендую его покупать в качестве именно консилера под глаза. И самое последнее на сегодня, что хочу вам показать, это реально находка. Но я сначала, когда попробовала первый раз эту вещь, я подумала, что это, ну, как-то так, не очень. Это люкс визаж идеальный стробинг, хайлайтер, упаковка ужасная, просто кошмарная упаковка. Я не знаю, мне кажется, все, все девушки на свете ненавидят такие упаковки. Но производители упорно продолжают их выпускать, потому что это очень дешево. То есть, она никак здесь не фиксируется, она просто вот так вот у вас отпадет в любой момент. Такие упаковки вообще никогда не живут долго. И, соответственно, внутри находится вот такой хайлайтер. Почему мне он сначала не понравился? Потому что я, когда его нанесла именно на руку, посмотрела с вочи, мне показалось, что какие-то блестки прям такие явные, отдельные. Потом нанесла на лицо, тоже смотрю, как-то не очень. Но потом я на него посмотрела при солнечном свете, я поняла, в чем смысл. Потому что, когда вы смотрите на него на солнце, вы не видите этих блесток. И он просто супер деликатный. Я вам много раз рассказывала про хайлайтер от Estrade. Мне кажется, я уже в каждом ролике про него говорю. Просто как будто такая, купите, купите, купите этот хайлайтер от Estrade. Но, в принципе, как бы я думаю, что все уже, кто интересуется косметикой, все знают, что вот эти хайлайтеры, они реально классные. И точно такой же классный, но немножко как бы другого оттенка у меня есть от Smart Girl Belor Design. И я, соответственно, вот этот, как бы я от него ожидала примерно того же, что есть у Estrade и Smart Girl. Но на самом деле он совершенно другой, потому что два предыдущих хайлайтера, они прям такие яркие. То есть вы их будете сильно видеть. А этот он супер деликатный. И почему я все это время держу в руках кисточку? Потому что я хочу с вами вместе его нанести, чтобы вы посмотрели. К сожалению, у нас сейчас не солнечный свет, а свет от ламп. Но я надеюсь, что все-таки вам будет это видно. У меня как раз нет хайлайтера на лице. И давайте попробуем. Помните, мы с вами недавно тестировали хайлайтеры прям много-много разных супербюджетных. И они все были какие-то вот, знаете, такие. Во-первых, они подчеркивали очень сильно текстуру кожи. А здесь вы можете видеть, что ну так все очень даже прилично. То есть он не выделяет какие-то прям отдельные поры. Ничего такого не видно сразу критичного на коже. А во-вторых, он не сильно обладает какой-то вот прям пигментацией цветной. Мы с вами пробовали хайлайтеры. Один был ламель просто дико белый, там другой какой-то дико золотистый. А этот вот прям такой супер-супер базовый. В общем, выглядит он вот так. Мне прям сильно нравится. Но опять же, вот упаковка. И мне кажется, очень большая проблема у белорусских производителей в основном. То есть понятно, из-за того, что косметику они производят очень бюджетную, они не могут себе позволить уложить в эту цену еще какую-то хорошую упаковку. Но у меня даже, знаете, претензия не к тому, что она, ну как бы вот такая вот, да, а даже к оформлению. Что интересно, вот здесь вот нормально. Здесь инструкция как бы где-то, ну какая-то девушка изображена как-то даже вроде. Фейс-чарт такой, все нормально, все симпатично. Но вот вы смотрите вот так, и как бы с точки зрения эстетики, с точки зрения дизайна, это все настолько какое-то прошлое. Это не может не расстраивать. Так что белорусские производители молодцы. Всячески их хотим поддерживать. Но очень хочется, чтобы, знаете, над упаковками они тоже поработали, чтобы как бы это было еще более приятно покупать. Недорогую косметику, хорошую косметику. И как бы просто, чтобы упаковочки были более эстетические какие-то, ну с каким-то более интересным дизайном. Вот, на этом я заканчиваю. И желаю вам, чтобы у вас сегодня все было хорошо. И всю неделю, чтобы у вас все было хорошо. И чтобы, знаете, в тему сегодняшнего видео, чтобы вас окружала сплошная эстетика. Чтобы вам было приятно смотреть по сторонам, смотреть на себя. И тем более сейчас весна, сейчас уже все зелено, везде цветочки. Чтобы, в общем, вы сегодня и всю неделю наслаждались тем, что вы видите вокруг. Спасибо вам за просмотр. И до встречи в следующих моих роликах. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!